Всех приветствую! Наверняка, занимаясь своим прогрессивным бизнесом или мероприятиями по обслуживанию ноутбучной электроники, начинающие инженеры нередко сталкиваются с трудностями обратной сборки и подбору подходящих компонентов при их отсутствии. Как известно, разобрать что-либо несложно, сложнее вернуть всё назад. А если вы получаете уже полностью расковыренный кем-то девайс, то сложность повышается в разы. К тому же, добытая модель может быть настолько стара и непопулярна, что даже роликов с инструкциями по сборке-разборке не сыщешь. В этом случае процесс может усложниться просто нереально. Вернее, мог бы, если бы не ваши навыки инженерии и чуток простейшей логики. Именно это и станет сегодняшней техно-темой, после которой проблем со сборкой неизвестных ноутбуков и с кучей их деталей у вас станет гораздо меньше. Итак, зрителям по имени Камиль из Казани был прислан вот такой интересный подгон, в виде полностью разобранного по составляющим ноутбука Тошиба А200. Он его как-то разобрал, пораскидал по округе и назад собирать не решил. Вместо этого весь оставшийся комплект прислал сюда, чтобы я его подсобрал, а вы на это посмотрели. Но не могу упрекнуть его в таком решении, так что давайте дружно поблагодарим его за подгон и займёмся делом. Несмотря на то, что с ноутами Тошиба работать мне доводится очень часто, такой аппарат я встречаю впервые. И разумеется, пока в душе не знаю, что и куда подключаться должно. Тут на помощь навык инженера уже и приходят. Как видите, пока всё, на чём держится комплект данного ноутбука, это строительный скотч. Надо бы ситуацию исправить. Насколько я знаю, Тошиба серии А200 и А300 предпочитают разбираться с лицевого полушария. Естественно, эта ревизия А200 не исключение. Теперь непосредственно к тактике при первой сборке неизвестных девайсов. В какой-то степени это и для меня открытие, так как с двухсотками я раньше не работал. В основном на ремонт прилетают трёхсотки, но не суть. Несмотря на то, что эту схему коннекта я вижу впервые, стандартная логика подсказывает мне, что вот этому шлейфу, например, тёплое и уютное место найдётся только вот здесь. Стало быть, одной сборочной проблемой меньше. Но на деле куда большей в масштабе проблемой, чем может показаться на первый взгляд. Ведь смотрите, с монитором та же история. И его подключить камиль смог вообще без проблем. Вообще, в целом большинство шлейфов у любых ноутбуков спроектировано так, чтобы дотягиваться исключительно до своего гнезда коннектора. Просто помните это, если дело доходит до совсем уж экзотических длиннющих проводов, которые можно воткнуть почти куда угодно. Вот вам наглядный пример. Это тоненький двухпиновый проводок, который дотягивается вообще до любого участка платы, а по коннекту подходит в целых три гнезда. Тянется он больше в сторону крайнего левого, поэтому логично предположить, что плата ждёт его именно здесь. Верно? Увы, у лицевой панели на этот счёт своё мнение. Как видите, подозрения с левого гнезда спали. Панели есть, что ему предложить. Как и верхней правой. Опять уже есть, что сюда воткнуть. А вот последний как раз-таки совершенно один тут остался. Так что поблагодарим свидетеля лицевую панель за сужение круга подозреваемых. И приводим в исполнение приговор по подключению. В центре также можно заметить Wi-Fi модуль, аж с тремя проводами. Чёрный, белый и серый. Если я подобные встречал, то всё равно последовательность помню не особо. Разве что белый и чёрный по краям вроде должны быть. Но рисковать не буду, но вскидочная инженерная логика тут пока помогает не особо. В этих случаях заглянуть в киберсеть под названием интернет. И, скажем, найти пару фоток нужного элемента в подключённом состоянии. Я такие добыл и последовательность подключения узнал. В общем, всё проще, чем кажется. Как правильно организовывать полярное подключение к тем или иным гнёздам? Ведь нередко воткнуть коннектор можно обеими сторонами. Что ж, крайне простое решение есть и для такой ситуации. Вот для примера 5-пиновый коннектор. Закрепляя первый озвученный метод, уверен, что это его слот. Других с 5-ю пинами на плате нету. И втыкаю его посредством метода свободного провода. То есть угол его обжима смотрит как бы в противоположную от платы часть. Следовательно, им можно маневрировать при сборке крупных элементов корпуса. Проще говоря, провод смотрит изгибом наверх. Следующим открытием кладиси этого ноутбука стала его видеокарта. Самое что ни на есть дискретное GeForce Go 7300 на 256 мегов видеопамяти. Реализованная на отдельной плате, коннектится к конструкции материнки она через длинный слот, с подключением которого ну очень трудно напортачить. Достаточно лишь примерно подстроить крепежный механизм из четырёх отверстий на соответствующие колонны платы. Вот и всё. Видеокарта корректно установлена. Наверняка все зрители в той или иной степени испытывают эмпатию к разнообразной лего-атрибутике. И это хорошо, ведь здесь приобретённые навыки будут очень кстати. Например, в подключении охлада. Совмещаем с колонками и точно понимаем, каким образом он крепится и куда решётка повёрнута. Итого с видеокартой всё ок. А вот и для процессора элемент пазла подоспел. Интересный охлад в итоге получается. Правда, без вентилятора. Он, как я понял, тоже в Казани где-то потерялся. Но ничего страшного, ведь другой зритель под ником LuckyOne успел прислать множество расходников и комплектующих, среди которых нашёлся ноутбучный вентилятор. В теории его можно здесь использовать. А раз уж выбора-то особо и нет, заюзан он будет гарантированно. Конечно же, перед установкой мисмач комплектующих следует знать все вольтажи и назначения пинов, от которых мы планируем питаться. Представим, что они нам сейчас неизвестны. Так что давайте дружно поищем нужную энергию с помощью тестера, поочерёдно замеряя напряжение на пинах. В данном случае крайний левый оказался минусом, а крайний правый плюсом. Теперь с помощью батарейки типа крона я попробую вычислить те же контакты у самого вентилятора. Так, в его случае ситуация идентичная, тоже расположение плюса и минуса, а счётчик оборотов мне тут особо и не нужен. И завёл я эту тему не просто так. Мисмач вентилятор не дотягивается до соответствующего питания с платы. Стремясь сберечь целостность механизма, сначала было принято решение спаять переходник. Он, конечно, заработал, но его висячие рудименты занимали лишнее место. Так что всё-таки пришлось провода резать, дабы чуток удлинить. И вот сейчас перед вами уж точно готовый результат. Закрутить неподходящий вентилятор не на что, так что держаться ему остаётся только на чувстве собственного скотча, хотя снизу его ещё и провода со шлейфами будут держать. В общем, конструкция получилась вполне удачной. Теперь, что касается крышки. Очевидно, в своё время она была вырвана с мясом. Её посадили на холодную сварку, но последняя тоже долго не продержалась. Как минимум с одной стороны. Так что вновь предстоит воспарить творческой свободой. В нашем случае пускается в ход навык инженерии. Добыв небольшой болт из детского железного конструктора, я запихал его в родное подраздроченное отверстие и затянул гайкой. Таким образом, корпус не пострадал. А вырвется вновь новая конструкция? Очень навряд ли. Правда, крышка начала ходить несколько туже, но думаю я это переживу. Итого, с подключением всего и вся можно сказать разобрались. Всё подключённое включается и даже умудряется работать. Теперь самое главное. Собрать аппарат целиком и даже рискнуть поюзать. С подключением морды проблем возникнуть уже не должно. Куда какой шлейф идёт ранее мы уже выяснили. А бросающийся в глаза отсутствие клавиатуры вызвался исправить зритель Роман из города Сочи, приславший очередную нерабочую Тошибу, чья клавиатура идеально села в имеющийся на этой двухсотке разъём. Да и в саму морду без особых проблем залезла. Также в комплекте Роман прислал Харт, который здесь и будет юзаться. Так вот понемногу ноутбук и восстанавливает своё первоначальное состояние. Крышек его задницы подходящих, увы, не нашлось. Пришлось латать тем, что есть. И если не вглядываться, смотрится в принципе не чёток. К счастью, родную батарею Камиль также в посылку добавил. И насколько удалось выяснить, она даже работает. Но заряжать ведь её тоже надо. А значит, пора крафтить зарядник. Жрёт этот ноут немало. 19 вольт, 4 с чем-то ампера. Мои дежурные адаптеры такого, увы, не выдают. Придётся брать промышленный. Штекер его, само собой, не подходит. Но кто говорил, что будет просто. Дабы его не портить, под разъём ноута я нашёл вот такой вот типа переходничок. И раз схема полярности на корпусе и блоке совпадает, тупо пробую запустить. Валя, работает. Что до дисковода, ставить его сюда я не стал, так как ось на 200-ку, как выяснилось, можно накатить с флешки. Но если в вашем случае такую дырку всё же хочется залатать, знайте, что у большинства дисководов примерно одного временного промежутка, коннектор будет идентичен и располагаться в том же месте, где его ждёт в себе материнка. Этот же ноут оказался вполне рабочим. Раздуплил 4 гига АЗУ, свою видеокарту и даже тумблер Wi-Fi заработал. Так что сомнений нет. Подключено всё оказалось верно. И самопальный двухпиновый охлад также на удивление со своей работой справился. Так что вот такую вот своеобразную реставрацию можно считать успешной. И ещё можно взглянуть, для чего такой бук из мусора в принципе может сгодиться типичному юзеру. С интернетным ютубом на 720p справляется. Наверняка уже этого большинству зрителей хватит. Как и того, что San Andresco почти на 60 кадрах играется. В общем, просто топ машина. Да и классическую тошебную проверку на наличие третьих шейдеров прошла. Хотя не похоже, что Биошоку от этого сильно легче. Он всё равно еле-еле двигается. Так-то для большинства игр середины конца нулевых, конечно, сгодится. А если наличием компа вы не способны похвастаться в принципе, то такой девайс, собранный из хлама, вероятно, вами же, цениться будет уже вдвойне. Во всяком случае, я в своё время о рабочем ноуте ещё как мечтал. Если бы появилась возможность даже таким завладеть, а тем более собрать, радости были бы полные штаны. Подумать только тут даже первый Крайзис почти работает. Ещё раз спасибо всем добродетелям, скинувшим те или иные детальки для его пускай частичной, но реставрации и возвращения в стан живых приборов. Надеюсь, благодаря им вы также немного подняли скиллы ремонта, инженерии и техобслуживания, если до сих пор они у вас были невысоки. Всегда давайте шанс той или иной сломанной, разобранной или даже в усмерть расквашенной технике чуток улучшить вашу жизнь, пусть иногда и только в денежном вопросе. Собирайте, восстанавливайте и ремонтируйте, друзья! До скорого!